Меня зовут Джан Хонг, я родилась в Харпине. Когда мне было 7 лет, я в первую очередь надела коньки в парке Сиангфан в Харпине. Хотя я могла только кататься на открытом катке и каждый день была на морозе, но я всё равно люблю ощущение скорости на катке. Так меня взяли в национальную команду по конькобежному спорту, и в последующем я вышла на мировую спортивную арену. Прошло 27 лет, и сейчас в Харпине построено 10 ледовых спортивных аэрогинозаров, которые утофлетворяют всем требованиям для тренировок и соревнований по хоккею-шайбай, фигурному катанию, гёрингу, шорт-реку и другим видам спорта, предоставляя комфортные условия трожителей, занимавшихся ледовыми снежными видами спорта, а дети могут насраждаться ледовыми видами спорта круглый год. Хэлунджян является родиной современной индустрии леда и снега. При образовании холодных ресурсов в горячую экономику отражает духа новаторства и инноваций, волю уборных усилий жителей Хэлунджян. Этот дух также является мощной поддержкой на мировой спортивной арене. Хэлунджян продает уникальными ледовыми и снежными ресурсами, имеет выдающиеся достижения в зимних видах спорта, а также имеет уникальные преимущества в развитии зимнего спорта, индустрии леда и снега. Как трен международного армейского комитета и спортсменка из Хэлунджян, я рассматриваю спортивное образование молодежи как конечную цель своей карьеры. Я надеюсь, что спорт может научить детей реализовывать свои мечты уборным трудом. Мой родной город Харбин в детине Пьедирета занимает первое место в детстве в лучших городах Китая по ледовому и снежному туризму. Раньше, благодаря леду и снегу, я вышла на мировую арену. Теперь я хочу, чтобы мир узнал о Хэлунджянне. Ледовая и снежная беда же Хэлунджян достоин внимания со всего мира. Я возьму на себя ответственность и миссию спортсменов Хэлунджян, и я должна распространять коридору леда и снега, а также зимний спорт Хэлунджян, чтобы больше людей смогли познакомиться с провинцией Хэлунджян. Кроме того, желаю, чтобы мой родной город продолжал расширяться и укреплять спортивную индустрию и превращать охородные ресурсы в горячую экономику.